Семь дзен. На протягу ближайшей годины подводим выники першага тыдня в осени. Самые цикавые новины життя города и в области у репортажах наших корреспондентов. У студии Вольха Шмаргун. Вітаю вас! Готовые 80% теплокрыниц в области. Завершаются работы по реконструкции и переводе котельных на мясцовые виды палева. Белорусский республиканский союз молоди отзначил 16-й день нараджения. У рады организации приняли старшоклассников. Драм-театр «Имяя Куба Колоса» почал новый сезон. Творчая планы грандиозные. Театрализованная шесть, литературный фест, танцевальные майстер-классы и светловое шоу. Полоцк отзначил 1656-й день нараджения. Свято в старожитном городе протягивалось неколький день и подарило палачанам и гостям незабылное уражение. Наши корреспонденты расскажут подробя с ней. Старт святошным мероприемством у Полоцку не выпадково, даден и каляпомника Полоцк, калыска белорусской державности. Тут у 11-м стаходзе был побудованный Софийский собор, символ незалежности и махутности Полоцкого княства. Театрализованное представление вертая у гисторую старожитного города. Под магнитызм гэтых мястин подпадают у всех, кто хоть одной, чы побывал тут. Город Полоцк – это особый город со своей историей, которая является фундаментом истории нашей страны. Это город-труженик, это город, который на протяжении многих веков создавал славу нашей родной страны. И сегодня, прежде всего, я хотела бы выразить слова признательности и благодарности людям, которые живут в этом городе, ветеранам, всем, кто создает своим трудом и приумножает славу этого города. До дня города у Полоцку открыли после реконструкции площадь Франциска Скорыны. Тут включили новый светло-динамичный фонтан. Работы шли каля года, и это не один подарунок городжанам до свята. Открываем сегодня четыре социальных объекта. Это и фонтан на площади, это центр дневного пребывания инвалидов по Мариненко, это детский садик в Боровухе Третий. Сегодня печь новую стекловаренную открыли на заводе стекловолокнот, новые рабочие места. Плюс третий этаж больницы, гинекологическое отделение, сделан капитальный ремонт. Поэтому город работает, живет, стремится. День народжения город святковал неколький день на розных пляцовках. Театрализованное шести, литературный фест, танцевальные и мастацкие майстер-классы. На урочистом вечере у Центра культуры лепшие работники предприемства и организации города отрымали у зногороды. У Тымлику нагрудные знаки за заслуги перед Полоцком. Если бы не было нашего предприятия, я думаю, и Полоцк был бы другой сейчас совершенно. Это градообразующее предприятие, которое вкладывает большую лепту в его развитие уже много лет. И люблю завод, на котором работаю. Сегодня у Полоцка развивается экономика. Растя экспорт товаров и послух, будуются жилье и объекты социальной сферы, доброупорадковаются территории. Дякуючи своей старожитной истории и творчым проектам, город притягальный для туристов. Чарговой мясцовой славутостю может стать уникальное светловое шоу, яким все лета завершили святкование Дня города. 3D-проекция на фасаде одного из будинков, а повед про историю города с допомогой святла. Больгаш Маргун, Новины, Полоцк. День работников нафтовой, газовой и палевной промысловости отзначили у первую неделю вересня. У Витебской области гэтый день по особливому святкують у Новополоцку. Кожный десятый же хар города працюе у открытым акционерным товарыстве «Нафтан». Работники нафтоперепрацовчого предприемства напереды дни прымали веншаванне и заслуженные узнагороды. У Владиславу Николаю профессийное свято селета сустракая у статусе ветерана. Больш за паустагодзе он працюе у шматтысячным нафтановским коллективе. На заслуженный отпочинок поеде дочакавшися у водоустрой обновлены установки гидроочистка номер два, что призначена для отрымания дизельного палева с ультра низким утрыманием серы. Установка претерпела значительную реконструкцию. Были установлены реакторы новые, печи новые, оборудование. Занимена система управления процессом. Наши люди прошли обучение. Люди у нас опытные, легко усвоили этот переход, поэтому спокойно ведут свой технологический процесс. У своих молодых коллегах у Владислава Николаеву упълнены. Им предстоит завершать глобальную модернизацию, которая зараз и где на нафтане. До середины в осени будет готова до работы новый технологичный объект. Установка отрымания водороду номер два. Новые махутности дадут махчимость не только нарастить объемы продукции и полепшить ее якость, а и решить задачи развития промислового потенциалу нашей страны. Концерн является координатором общей программы развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Беларусь. У нас реализуются два крупных проекта на двух нефтеперерабатывающих заводах. Непосредственно в ООН «Афтан» реализуется проект строительства установки замедленного коксования, комплекса установки замедленного коксования. В Мозырском МПЗ это установка переработки нефтяных изладов. Нафтан сённях – это свыше 10 тысяч работников. Продукция предприемства поставляется в больше, как 40 краин света. Особливую роль у гигант айчинной нафтоперепрацовки адыгрывая для экономики в области и всей Беларуси. Про это на урочистостях с нагоды профессийного света заявил старшиня Витебского АВЛВК «Анкама» Миколай Шарснёв. О значимости нефтегазовой промышленности говорить не приходится. Для страны это всё. Это экспорт, это деньги, это работа, это налоги, это социальные сферы. Что такое нафтан для Витебской области? Нафтан производит более половины продукции всей промышленности Витебской области. Для Витебской области это важно. С нагоды света лепшие супрацовники предприемства отримали грамоты и подяки. Трое заводчан удостоены звания ухонарова «Нафтарик». Коллектив предприемства – это команда, якая працует на агульный выник. Нафтан – это сегодня громкое имя. Это общество, которое знают во всем мире. А благодаря людям, благодаря вам. Вы делаете славу нафтану, приносите пользу не только для города, для области, для республики. Эффективность работы нафтоперепрацовки Галинны зараз на особливом контроле у керауництва краины. Распрацованная стратегия развития – основный пункт, якой модернизация в творчестве. Завершить я ее планують в 2019 году. Это позволит повеличить глубину перепрацовки нафты до 90% и нарастить прибыток. Вольга Шмаргун, Новины, Новополоцк. Коллектив унитарного предприемства «Витебскаблгаз» с нагоды профессийного свята по традиции собрался у концертной зале «Витебск», чтобы у знагородить лучших работников и принять у своей роды новое поколение молодых специалистов. Присутничал на урочистостях наш корреспондент Сергей Мисурагин. У концертной зале собрались представники усих филиалов предприемства «Витебскаблгаз». До початка урочистостей была махчимость обменяться думками под залицей досягнутым. Возроблено саправду немало. Завершается газификация агрогородков. За год блокитное палево подвели у населенные пункты Брасловского, Мейорского, Чашненского и Городокского районов. На чарзе агрогородок Друя на Брасловщине. Актуна Гадеца торфопера-працовка. Инновацийно подыходит до работы у сельскохосподаршем филиале «Мазылавагаз». У нас все решается просто, начиная вот от этих всех мероприятий, которые проходят. Каждый знает, чем ему заниматься. Это главное. И второе – это дисциплина. Без дисциплины труда не будет технологической дисциплины. Не будет технологической дисциплины, не будет результата того, от тех затрат, которые ты понес. Мы всячески стремимся создать ту атмосферу в работе, чтобы это было уважение друг к другу и уважение к тому, что ты выполняешь. Если ты пришел работать в газовой отрасли, ты должен дорожить этим. Если говорить там о производственных показателях, то это всегда третий-пятый платежщик налогов Витебской области. Если говорить о социальном пакете, то здесь всегда стремятся работать люди, в том числе и молодые, потому что понимают, что здесь хороший социальный пакет, что здесь есть куда и чему расти. Здесь уже есть целая династия. Поэтому, конечно, это передовое предприятие Витебской области и уже не только область. Как перейти на новый уровень взаимодействия со споживцами Блакитного Палева в Витебску, створен сучастный центр по обслуговыванию населенства «Газ-клиент-офис». Подобные центры ранее открыты в Орши и Полоцку. Особливый гонор предприемства – новое вытворчивое управление «Айти-газ», специалисты которого распроцовывают программное забеспечение и новые информационные технологии для всех организаций объединения «Белпалева-газ». Член Совета Республики Национального Схода в Беларуси, керавник Витебск Абелгаза Петр Шершень запросил на сцену лепших работников предприемства. За значный уклад у газификацию в области гоноровыми грамотами Министерства энергетики, объединения «Белпалева-газа» Белваканкама, властного совета депутатов вознагарожены многие специалисты. Присвоены звания и заслуженный работник предприемства. Получая эту награду, действительно, столь высокую награду, я, конечно, понимаю, что это заслуга всего нашего, как вы сказали, уже трехтысячного коллектива, потому что выполнение показателей – это всецело общая заслуга. И поэтому каждый из работников сегодня достоин признания, и мы каждого замечаем, каждого труд оцениваем, и, конечно, стараемся всячески поддерживать. По традиции, ведь и в те газовики приняли у своей роды новое пополнение на подприемстве. Молодым специалистам треба будет протягивать славутые традиции мясцевых газовиков, и они по усим отчувают под рынку. Организация действительно сильная, она очень хорошо подготавливает своих специалистов, дает бесценный опыт, нас все поддерживают. Мы, как молодые специалисты, естественно, еще не все знаем, где-то стесняемся, да, но руководство, наши непосредственные начальники служб нам всегда идут на помощь, всегда помогают, направляют. Я заканчивал бюджетную основу Половского государственного университета, и, вот, как говорил наш президент, это большая гордость, что мы имеем право распределиться и получить первое рабочее место. И я благодарен Витебсгазу, Витебскоблгазу, за то, что они приняли меня как специалиста, дали рабочее место и готовы вложить силы, готовы передать опыт, чтобы я стал следующим поколением, заменил старшее поколение. Витебске газовики, т.е. на Витебсгоблгазу, у фойе концертной залы разгорнулася выстава декоративно-прикладного мастерства, а на сцене свое мастерство демонстровали самодельные артисты предприемства «Витебскоблгаз». Сергей Мисурагин, Александр Петровецкий, новинный Витебск. Работу органов мясового кирования и самокирования по выращении пытаний в життезабеспечении насильства обмерковали подчас выездного областного семинара старшине Совета у депутатов первичного узровня. Познайомилися с напрацовками Полоцкого района. Подробязности у наступном материале. Звены кирования и самокирования повинны взаимодейничать. Подкреслю керавник Витебского областного совета депутата Владимир Тярентьев. Полоцкий район – это 14 сельских советов. За городом за все его культурно-инфраструктурной перевагой проживают больше за 20 тысяч человек. Про это каждый советов может поделиться по спяховым опытам организации життя. Работает слаженно и районно-исполнительная власть, и районно-законодательная власть, сельские советы, депутаты местных уровней. Все делается для того, чтобы человек не чувствовал себя бездоленным и никому не нужным. Все это делается для того, чтобы человек чувствовал себя защищенным в нашем государстве. В это вкладывается немалое средство. У нас кое-что получилось. Есть наработки, есть система работы. У поселку Фарынова работу по доброупорядкованию территории организуют без бюджетных крынец финансований. Головную площу пригоживают дравляные скульптуры. Творчая инициатива работнику коммунальной господарки и центра занятости поселка. Мясцовая школа взяла на себя роль у координатора у питания оказания материальной поддержки семьям до початку новичального года. Мы очень хотели поддержать семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И помощь, чтобы им была оказана со стороны предприятия и организаций. И буквально индивидуально, по тем информации по учреждениям образования, которые у нас имеются, мы отправляли письма, рекомендации с просьбой обратить внимание на эти категории семей. У Ветранским сельским совете рассказали об организации работы отделения дённых и знаходжений людей пожилого взрослого и инвалидов. Калики-равники и депутаты не делят працу на свою и чужую, а нацеленные на взаимодействие у Пирадолинича сомнялёгких проблем, тады можно казать про эффективное выращение пытанию организации житодейности малых населенных пунктов. Здесь наработан колоссальный опыт. Колоссальный опыт работы как в социальной сфере, так и в сфере развития экономики и сельского хозяйства. Поэтому сегодня хотелось привести всех председателей сельских советов, которые у нас находятся в этом западном пусте, и именно показать, как сегодня, имея практически такие же возможности и условия, как у них, можно сегодня создать такие условия для жизни людей, для жизни простых людей в сельской местности. Дарыч, разностайные черничные, вишневые, грыбные фестивали и чемпионаты не просто робят насыщенным культурное життё. Гэта ясчэ и притягнение инициатив, якие спрыяюць решению некоторых бытовых пытанев и побудовы позитивного имиджа населенного пункта. Так, например, у Полоцку з'явилися бюст «Земля Кукин», режиссёру и сценаристу Юру Тарычу, помник литры у Нескладовая и инши объекты. Юля Устинова, Сергей Пальцев, Новины, Полоцкий район. Хлеборобы региону завершают жниво. На финишную промою выходит и подрыхтовка до свята у Раджаю. Литерально празмесяц лепшие працовники вёски сберутся на областные дожинки у Верхнядзвинску. Тут до свята рыхтуются грунтовно. Перобудова закранула больше 220 объектов. Як змянился город, и де уже отсвятковали новоселье. Наши корреспонденты побывали у столицы дожинок. Першая новоселье у Верхнядзвинска уже отзначили. 31-го жнивня после капитального обновления открылась и середняя школа номер 2. Непознавально изменилась и центральная площа города. Зарастут усё потаная у кветках и бруится фонтан. Школьники после урока не спешаются до хаты. Уладковавшись на лаусу с мороженым, мары сяптым, як пойдуть у новый бассейн. Особенно мне понравился фонтан и как сделали школу. Потому что школа очень красивая теперь стала. Это школа будущего. Здесь построили бассейн. Можно купаться каждый день, ходить. На плавание ходить. Физкультурно-оздоровленный комплекс «Импульс» с бассейном и шматкватерный жилый дом узведены у Верхнядзвинска до дожинок, як кажуть, с нуля. Масштабная реконструкция ведется у центра культуры. Народу захочется туда прийти, всё это увидеть и захочется там остаться. И то есть мы уже полны новыми идеями, что мы будем там творить. И не только во дворце, и рядом с дворством. Потому что, ну, вы же видите, что площадки замечательные. Местичи у «Один голос» ухваляют пирамены, и кед бываются у Верхнядзвинску. Мы, как молодые родители, очень рады, что у нас такая появилась красота. Сказочный город. Нам очень нравится. Красиво. Новый сквер, парк преобразился. Всё красиво. Даже такая вот красота прекрасная. Есть куда прийти и посмотреть. Полностью переделали город. Центральная улица, дома, жилые дома по всем микрорайонам. Все рады этим переменам, и все стараются сами люди, во-первых, чтобы всё было очень здорово. Ну и вот действительно хочется жить, жить, жить. А улюбённым местом для шпациру уже стала площадка с фонтаном. Улады спадзяются, что гэ так же до спадобы горожанам и гостям придется набережное. До речи, её уладкованне, як и обновление города в целом, протягнется и после дожинок. Запэлнил у нас старшиня Верхнядзвинского райвы Танкама Игорь Маркович. Вышли на финишную прямую. Уже много объектов появилось. В целом больше 220 объектов готовятся к дожинкам. Постали много задач, которые мы уже понимаем, что и в следующем году, и потом мы ещё на многих объектах будем работать. Будем заниматься и вопросами ремонта жилых строений, будем заниматься вопросами спортивного зала, ну и ряд других сегодня по направлению мы будем работать. Мы вошли во вкус уже, да, вот этих строек, вот этих преобразований. Работы на обудовнейших плясовках Верхнядзвинска вось-вось завершатся, и город притихнет у чаканни Великого свята Ураджаю. Алена Тихонова, Леонид Табола, Новинный, Верхнядзвинск. Новоселье в Аушачах. У городским посёлку после реконструкции открыли пожарную аварийно-ротовальную часть. На урочистостях присутничало керауництво в области. Министр по надзвычайных ситуациях в Беларуси Владимир Вашченко презентовал районному отделу новую технику и подяковал усим, кто мает дочинение до будауництва. Подрабязности у наших корреспондентов. Про то, что пожарное депо пойдет под взнос, в Аушачах заговорили ясче летость. Причина – неотповедность сучасным потребованием. Зараз от старого будинка тут застался только подмурок. Усё остатнее отбудовали на ново. У самый короткий термин – усяго за шесть месяцев. Просторные помешканни, сучасная техника, гараж на четыре машины. Комфортные умовы для службы, тренировок и навучанья. Создание условий – это повышается уровень персонализма наших спасателей. Да и проводя треть своей жизни здесь, конечно, условия должны быть нормальные. Уровень персональной подготовки и возможность более оперативно реагировать на все ситуации. Тем более оснащение современное, мощное. Всё это позволит выполнять те задачи, которые стоят над службой МЧС. На новоселье министр презентовал ушацким ратауникам новую технику и уручил гоноровые грамоты и нагрудные знаки лепшим супрацовникам райотдела. Подяковал и керауництву в области за садейничание будауництву, у тымлику и финансовое. Сродки на обновление пожарной части выдатковали областный выканавчий комитет, инвестицийный фонд МНС и областное управление. Пару районов ещё остаётся, где нужно создать современные спасательные станции. И остаётся тема заменить технику и осовременить её так, чтобы она отвечала уже современным требованиям. Я думаю, год-два и у нас будет вот как раз-то в этом направлении полный порядок. Уручение символичного ключа, урачистый момент переразания червоной стушки и первая экскурсия по обновленным будинку. Якой часть была до Гэтуль, можно убачить на старых фотосдымках. Мясцовые ротовники вспоминают, как тулились у тесных, непростосованных покоях. Условия, которые были раньше, немножко были некомфортны. Во-первых, даже было нецентральное отопление. Необходимо было постоянно отоплить помещение. Время уходило очень много на отопление зданий и помещений. Также не было достойного помещения для хранения рукавов. Даже для сушки после пожара приехать, помыть рукав и высушить зимой. Но это было очень сложно. На сегодняшний день мы можем достойно нести службу. И главная наша задача – это спасти жизни. В самый ближайший час модернизуют пожарные депо в городском поселке Барань. На Чарзе – Расоны и Мейоры. В Аушачах новый будинок – соправдное упрыгоживание городского поселка. А его урочистое открытие – свято и для мясцовых школьников. На интерактивный пляцовце – чаровная книга МНС, конкурсы, гульни и подарунки. Детям не лишнее еще раз нагадать про безопасные поводины. А ушацким ратауникам с нагоды новоселля жадали традиционное ратауницкое сухих рукавов. Вольха Шмаргун, Александр Представка, Новины Ушачи. Белка Апсоюз открыл у Верхнядзвинску гандлевый объект нового формату – магазин про запас, який працюе по принципу дробного опту – подарунок месяцам до областных дожинок. Наши корреспонденты оценили, як старейшая гандлевая организация краины укораняя сучасные стандарты. У Верхнядзвинску з'явился гандлевый объект РАЙПА нового формату. Кабы высветлить, чем эта крама принципово адрозневается от инших, мы завитали у гандлевую залу еще до официйного открытия. Если мы покупаем три единицы, значит у нас будет там скидка и получается, что намного дешевле. Верхнядзвинское споживецкое товариство своих позиций у района не стратило. У адрозни не от многих своих суседей, працуют рентабельно, с чистым прибытком. У нас имеется свой скотовбойный цех, свой цех переработки, где мы работаем, делаем упор на продукцию домашнего, скажем, такого архитектуры, домашнего производства. Потому что сегодня много мясокомбинатов, ничем не удивишь наших покупателей, а вот именно работаем такое, как дома у мамы, у бабушки. На открытию магазина про запас собрались сажихары ближайших домов. Им не терпелось она у вас наивоши побачить, какая она сушастная крама райпа. Рядом живем, конечно, будем приходить, совершать покупки. Надеемся, что будет радовать не только нас, но и которые приезжие люди будут приезжать. Червоная стушка перерезана, и покупники литерально заполонили гандлевую залу, как выучить ассортимент, поровна цены, оценить оформление и зручность витрин. Разом с первыми покупниками по магазину пройшовся и старшиня правления Белка Апсоюза. Таких магазинов в целом по республике даже в сетях и то не так много. Вот у нас по республике 1500 с лишним городков, 118 районных центров и 11 городов республиканского подчинения. Поэтому вот в этих населенных пунктах мы проводим реформирование нашей торговой сети. У реконструкцию гандлевого объекта столицы Дажинок Белка Апсоюз накеровал около 200 тысяч рублей. Выдатки значные, але обгрунтованные. Учас жорсткой конкуренции без обновления на рынку не утриматься. Конкуренция – это всегда хорошо. Разные сети, в том числе и потребкооперация, конкурируют между собой за покупателя. Они делают ниже цену, у них лучше получается качество товара. Это та сеть, которая направлена на работу непосредственно с потребителем. Не просто привез товар, увез деньги и все. А это ежедневная кропотливая работа, особенно с сельским жителем. Белка Апсоюз до Свято-Дажинок обновил все свои гандлевые объекты у Верхнедивинском районе. Потребкооперация сегодня и выполняет знаковую социальную нагрузку. Она обслуживает все сельское население. Какая бы не была сложная конкуренция сегодня, они более третья составляют в товаробороте нашего района. И еще рысать до портрета Верхнедивинска-Госпожевецка-Готоварыства. Это один из головных фундаторов социальных и культурных проектов, которые ладятся в районе. Тем часам увезцы Чарницы Лезненского района мясцовый райспожил Союз закрыл краму. Замест я ежихару обслуговывая аутомагазин. Со скаргой на ягу работу у редакцию извернулась и мясцовая жихарка. Вязковцы хотели пробить покупки у стационарным магазине. Быть тене вязковой краме высветляла Юлия Устинова. Мы просили оставить магазин. Именно магазин. Автолавка очень нерегулярно ходит. Приходится ждать. А ждать негде, как вы видите. Вот там лавочка, которая мокрая от дождя. Когда снег вообще не расчищается там. То есть стоять в луже, в сугробе. Магазин – это все-таки крыша. Это все-таки обслуживание. Это все-таки мы приходим туда тогда, когда нам нужно. Невеликий магазин у Чарницах закрытый уже больше за полтора года. Увесь этот час до вязковцев проезжает автокрама. Однако таким обслуговыванием задоволены не все. Лариса Евгеньевна стверждает, что ни ассортимент, ни якость товаров не вытремливают крытыки. Выбрать абсолютно ничего. Чаще всего товары уже побывшие, видно, по магазинам. Очень часто были просрочены. Но вы знаете, жители уже сытые. И хотят, чтобы кооперацию поменяли на что-то более близкое к 21 веку. Гучный сигнал оповещает о приезде автокрамы. У вызначенный час для блога магазина сбираются вязковцы и дачники. Наверное, мясцовые коты и собаки докладно ведают расклад автомагазина. Сегодня покупники витрыны вылучают за сабливой тикауностью. Ассортиментом приемно сделаны. Виноград, шампанское, коньяк. Кажут, до визиту телевизионной группы мясцовая кооперация подрихтовалась, как до свято. Молоко, сметана. Ну, а, конечно, все такое, что там касается, это надо ехать в Лёзно. Ехать в магазины там, которые Евро-Ов, Добробыт. И там покупать. Потому что здесь дороже порядка. Ну, в два раза почти. Магазин, конечно, хотелось бы в плане того, что не надо сидеть часами и ждать. Особенно зимой, особенно когда непогода. Ждать вот эти вот минимумы. И Райпу все-таки себя уже изжило. Хотелось бы, конечно, чего-то большего. Но что есть, то и берем. И булочку я взяла, и сарделик, и мороженое, и палочки ее любимые. И хлеб. Ну, все, остальное у меня есть. Масло, молоко, сметану. Я же каждый день в талатах хожу. Даже арбуз здесь покупала. Девочки привозили. Ну, так. Нормально. Если они так будут возить, то нормально. Ну, хотелось бы магазин. Жадание вязковца уметь в свой магазин, старшиня Лезнинской Райспожилкооперации разумеет. Олег каже, что работа крамы стала стратной. Тому я ей и пришлось закрыть. Это был ларек черницы. Работал не на полный рабочий день. Убытки мы от него постоянно имели. 4 тысячи рублей. Это сейчас на новый перерасчет. Постоянно была доплата продавцу до минималки. Ну, и товароборот, естественно, низкий, маленький. Поэтому тут никакой не выработки. Он закрыт в 2016 году уже. Процедуники местовой улады кажут, что официйное населенство везки 87 человек. По факте, крыху больше 60-ти плюс дачники. Гандлёвым обслуговыванием, окроме аутокрамы, райспожилкооперации, якая проезжает у Чарницы три разы на тыдень, займается яще и приватный аутомагазин. А вось у пропанове отшинить тут стационарную краму, бизнесмены так сама перспектив не бачать. С 2008 года на территории сельского совета еще работает ИП, Барашкин, который ввозит продукты питания. Именно продукты питания, ассортимент у него согласован. То есть обеспеченность продуктами питания четыре раза в неделю для населенного пункта достаточно. У нас состоялось совещание с индивидуальными предпринимателями, которые имеют свои магазины в сельской местности с целью открытия здесь магазина. Однако они не сказали, что малая численность населения будет убыткой. Поэтому смысла открывать здесь нет. Продавцы аутокрамы, якие что день объезжают по 12-15 таких и еще меньших вёсочек, кажут, что готовы выполнять любые запады вязковцев. Треба только попередить, загадя зарабить заказ. Мы стараемся привозить, что все люди заказывают, ассортимент поддерживаем. Ну как-то стараемся приезжать все вовремя. Ну вот пускай даже вот эта вот женщина, что всегда жалуется, она говорит, что всегда мы вовремя приезжаем, как-то стараемся. Даже раньше, минут на пять, на десять. А так все, что они хотят, все привезем, вплоть до телевизора. Есть еще вариант для наибольшь продвинутых. Доставка товаров из интернет-магазина. Дарыч и спис закрытых крам Райспожу Союза мясцовые улады накировали одному из буйных ретейлеров с пропоновой открыть гандлевые кропки. Чекают отказу. Юлия Устинова, Олег Чарняк, Новины, Лезненский район. Открытое акционерное товариство НИКа поширает свою гандлевую сетку. Новый магазин открылся у Витебску по улице Лявонова, дом 3. Наш корреспондент Инна Киренкова побывала на открытии объекта и поцикавилася асортиментом. Это уже 8-й магазин предприемства НИКа и 7-й у Витебску. Он открылся у обновленном будинку побеж с Полоцким рынком. Стояло заброшенное здание, мы его выкупили, закупили полностью новое оборудование, оснастили. Современные подходы абсолютно. Мы надеемся, что этот район полюбит нас как магазин. Покупатели будут ходить к нам с удовольствием. Набрали штат квалифицированных продавцов. Гандлёвые рады разместились в светлой утульной зале. Тут все сделано для зручности и комфорта покупников. Проектировщики и будовники приклали шмат намаганию, как литерально за несколько месяцев узвести сучасный гандлёвый объект европейского узровня. Результат должны оценить покупатели, но я надеюсь, что будет все хорошо. Хочется пожелать нашему коллективу и большому предприятию, коллективу этого магазина, чтобы все, что мы планировали у нас, получилось и сказать большое человеческое спасибо. На Гандлёвой площади у 255 квадратных метров разместились полицы с продукцией. Вот им лику уластной вытворчести. Особное место отведено кулинарным и хлебобулочным выробам предприемства Ника. На угол ассортимент товаров значный, самых розных вытворцев. На многие дейничают акции, что особливо привабливает. Ника заусюда, идя на состричь своим покупникам. Я очень ждала, когда откроется эта Ника. Потому что у нас только один евроопт тут, и он не очень нас устраивает. И многих людей, насколько я знаю. Очень ждали открытия этого магазина. Рядом нам и ассортимент, во-первых, большой, как нашим рядом евроопт. Очень хороший магазин. Мы давно его ждали, чтобы что-то здесь открылось. Паспробовать продукцию Ники можно не выходя из магазина. Повное место отвели под кафетеры, где приемно выпить кавы и поспытать шаурму у ласной вытворчасти. Для покупников это новинка. Хорошо, что есть кафетерий, и он будет расширяться со слов руководства. На улицу будут столы стоять, то есть посадочные места, где можно будет и покушать. То есть в комплексе это такая хорошая, современная, средняя точка торговая. Для зручности покупников магазин працует без выходных. С 7 ранницы до 10 вечера. Инна Кириенкова, Александр Петровецкий. Новины, Витебск. Батькова хата поширается. Другое кафе под такой назвой у Витебска открыла сетка Арена Пицца. Перших наведовольников новый ресторан проймал у центра города по адресе в улице Жасткова, дом 7. Национальный колорит, оригинальная кухня и десятки жадающих подчастоваться традиционными белорусскими стравами. На открытии побывала и наша здимочная группа. На открытии Батьковой хаты по адресе Жасткова, 7, полный аншлаг. Это уже другое у Витебску кафе с подобной назвой, якое поспело стать любимым местом отпочинку городжан. Все мои гости, которые приезжали этим летом, из Москвы, из Сибири, из Израиля, всех водило в Батькову хату. Я очень доволен и кухней, и ценами. И самое главное, уютно. И что еще самое интересное, очень приятно слышать белорусский язык. Кафе имеет большой успех не только у жителей города, но и у гостей нашего города. Очень много туристов к нам приезжает. И нам действительно есть чем гордиться. То есть тот успех, который мы достигли на улице Ленина, мы решили закрепить здесь. Подчас презентации Батьковой хаты забау не перелечить артисты, песни, танцы и навод национальные традиции. Только замест кота первым у кафе заходит парсюк. Потом и первая наведывальники. В обеденный час тут не мадья яблыка у пасти. Место хапая у сим. 400 квадратных метров, простый и утульный интерьер вязковой хаты. У двух залах кафе каждый отчувает себе, как дома. Во-первых, привлекает сама обстановка домашняя. Соответственно, здесь и еда домашняя. То, чего не хватало, наверное, нам, ну, скажем так, вот, в общественном питании, да, у нас в республике. Очень вежливый культурный персонал. Обслуживает быстро, все чисто, аккуратно, достойно. Привлекают цены, конечно. И вкусно. И вкусно. Кафе «Батькова хата» – это беларускомолные официанты и национальные деликатесы на любых уст. Драники с мясом, наварыстые супы, разностайные напои, свежая выпечка и десерты. Тут все по-хатнему просто. Кошты приемно сзявляют с демократичностью, а для постоянных наведывальников распрацавана специальная система знижек. Здесь есть несколько систем накопительных карт. То есть есть накопительная 10-процентная система, где в зависимости от количества покупки, от суммы покупки, вы можете получать и увеличивать свой бонус. Есть карта соседа, к которой будут приобщены все близлежащие дома. Она будет давать 20% скидку для того, чтобы люди могли позволить себе ежедневно прийти, поужинать, пообедать в нашем кафе. И только в этом кафе есть бонусная система для предприятий, которые расположены в непосредственной близости от кафе. В обеденное меню мы дарим работникам близлежащих предприятий 30% скидку, то есть практически работаем по себестоимости. На досягнутым сетка арена пицца спыняться не сбирается. САГУ ближайшим будущим обещают открыть еще 5 новых разноплановых кафе у областных центра. В скором времени мы откроем кафе в Билево, кафе арена пицца, которое будет работать круглосуточно, ориентировано будет в основном на доставку. Кстати, интересная деталь в этом кафе. Мы уже построили заправку для электромобилей, и клиенты, которые имеют электротранспорт, могут приезжать к нам и бесплатно заправляться, пока ждут свою пиццу или обедают у нас. Мы купили два электромобиля, и в ближайшем будущем по Билево будет зеленая доставка. Новое кафе по улице Жасткова, 7, процуя с 10 до 23.00. Тут упыненный той, кто один раз подчастуется мясцовыми стравами, станет постоянным наведывальником. Первые клиенты батьковой хаты не спрачаются. Артур Смоляков, Олег Чарняк, Новины, Витебск. Вучимся керовать финансами сами. Международный проект по мобильным навучанию интернет-банкингу инвалидов по зроку стартовал у Беларуси. И он финансуется Европейским Союзом и мая нам эти, да помогчих этой категории людей корыстаться мобильными платежами. В рамках проекта во всех областях краины ладятся семинары-тренинги по выкористании мобильных и додатку для проведения усих банковских операций. Заплачивать коммунальные услуги, чтобы не стоять в очереди на почте, в банке. Плачивать коммунальные услуги, на телефон. Все уметь, чтобы самой это пользоваться. Первым этапом стала установка банкомата в районе проживания и работы сотрудников предприятия «Элект» белорусского творчества, вернее, общества инвалидов по зрению. В рамках конкретно данного мероприятия мы проведем тренинг по использованию мобильного приложения, чтобы слабовидящие люди могли абсолютно свободно, без каких-либо преград, пользоваться современными системами проведения каких-либо платежей. Мы хотим, чтобы на выходе и что у нас уже в принципе получается, люди открыли кардсчет, если не имели, установили совместно с нашим тренером мобильное приложение на свой смартфон и освоили первые, прошли первые шаги пользования, ну и освоили хотя бы несколько первых платежей. А дальше уже мы будем консультировать онлайн, будем давать консультации по телефону, по скайпу, по электронной почте, по другим мессенджерам и надеемся, те люди, которые пожелают, получат именно стопроцентную поддержку и в конечном итоге получат независимость. Людям с проблемами сроку демонструют навыки невизуальной работы на смартфоне с уликом того, что все банки переходят на систему дистанционного обслуговывания, пытание удосконаления своих навыков и повышение адекватного узровня, набывая особливую актуальность. На уходящей неделе правительство Беларуси рассказало о своих видениях того, с какими результатами мы подойдем к окончанию 2018 года. Об этих прогнозах и уже достигнутых результатах нам расскажет специалист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Екатерина Додеркина. Премьер-министр Сергей Румас хотя и отметил некоторое замедление темпов роста экономики во втором полугодии 2018 года однако заверил, что главные параметры к концу года окажутся выше прогнозных. Исполнение установленных показателей подтвердили и данные Евразийского банка развития. На уходящей неделе он улучшил прогноз по уровню ВВП Беларуси до 3,8%, а также с 6 до 5,1 был улучшен прогноз по уровню инфляции. На уходящей неделе подведены промежуточные итоги в сфере кредитования. Так, по сравнению с прошлым годом потребительское кредитование чуть замедлило темпы роста, а объемы кредитования недвижимости наоборот увеличились. А увеличить объемы кредитования представителей малого и среднего бизнеса поможет новый продукт Белинвестбанка. Программа под названием «Процентов нет» станет настоящей палочковой ручалочкой для клиентов банка и его партнеров. А как получить кредит на приобретение «Одна десятитысячная процентов годовых» узнайте в любом отделении банка. А теперь о курсах валют. Неделя на валютных торгах выдалась очень жаркой. Каждый день белорусский рубль все больше уступал иностранным валютам. А по итогам пятничных торгов лишь немного вырос по отношению к российскому рублю. Американский доллар растет уже 9 торгов подряд. За это время его курс вырос больше чем на 8 копеек и достиг уровня в 2 рубля 14 копеек. Так высоко доллар не поднимался с начала 2016 года. Европейская валюта за неделю прибавила 7 копеек. К выходным ее курс остановился на отметке в 2 рубля 49 копеек. Российский рубль по итогам торгов пятницы прервал череду из 10 приростов и незначительно снизился. В итоге на сегодня его курс составляет 3 рубля 10 копеек за 100 российских рублей. С вами была Екатерина Додеркина и финансовые новости от Бел Инвестбанка. До встречи! Спасибо, Екатерина! Это итоговая информационная программа «Семь дней» и мы продолжаем. Открытое акционерное товарыство «Витебск-Дреу» зарегистровано и у якости резидента СС «Витебск». Продприемство намерено реализовать во умовых свободной экономичной зоны инвестиционный проект по развитию драуняно-волокнистых плит МДФ-ХДФ. Это дозволит вытворцу нарастить объемы реализации инновацийной продукции на внешних рынках, а так само поширить географию экспорту. Объем инвестиций у реализацию проекта складение меньше за 1 млн евро. До слова, «Витебск-Дреу» одно из буйнейших древоопрацовчих предприемств в Беларуси, сдольное перепрацовывать до 1 тысячи кубичных метров дравляной сыровины за сутки. В области 80% теплокрыниц уже отрымали по шпарты готовности. На остатних объектах завершаются работы по реконструкции и переводе котельных на мясцовые виды палева. До конца года их доля в агульно-палевном балансе повинна скласти 70%. Кроме того, коммунальники опробуют выкористание инших энергоресурсов для оттепления социальных объектов и жилого фонда с подробностями Инна Киренкова. Новая котельная працует автоматично и не потребует великих затрат. В опытный специалист по теплообстолеванию Петр Рыбачонок охотно демонстрируя принцип работы опошней ноу-хау. Невеликая котельня для обогрева школы-увезцы Ольгова, что под Витебском, ранее працавала на дровах. По угоду тому ее перевели на электроэнергию. Подобный пилотный проект реализовали на Витебщине у Першиню. Працуя котельня в ночный час, калитарыфы на электроэнергию значно нижайшие. Лишки тепла аккумулируются в специально смонтированном баку, что дозволяя подтримливать належный температурный режим на протягу суток. Котель заказали российский на 150 киловатт, сделали проект, нам было выделено миллиард за счет бюджета и остальные деньги за счет на авсовест. И в течение двух месяцев ноябрь-декабрь мы эту котельную запустили в работу. Котельная работает на автоматике, экологически даже очень чистая. Я думаю, что котлы электрические будущие нашей всей страны, не только наша Витебская область. Сама конструкция вельми простая, в тем лику ее обслуговыванию не треба затейничать додатковый персонал. На выпадок аварийной ситуации побыч с засновным установили резервовый котел на пелетах, який так само запускается автоматично. Дорожье Витебское предприемство котельных и тепловых сеток сейчас активно практикует модульное котельное на пелетах. В Курпенино данная котельная работает, то есть она мобильная, то есть ее можно переносить и в отопительный сезон мы ее планируем задействовать на очистных сооружениях в поселке Тарном для отопления жилого дома. То есть это сократит тепловые потери, то есть там достаточно серьезная длинная тепловая сеть. Тем не менее выкористание котельным на мясовых видах палева являются приоритетным. Активно ведется их реконструкция. Устанавливают котлы с применением теплоутилизаторов, что дозволяет повышать их эффективность и таким чином снижать себе кошт теплоэнергии. Завершенные работы по переводу котельной на местные виды топлива это Сининская ЖКХ, Райагропромтехника котельная, в завершающей стадии котельная Заслоново, это Лепельский район, и также котельная в Брасловского ЖКХ, ТМО, это в городе Браслов. Тем более, что проблем с нарыхтовкой дров и с Чапыня ма. Их на запасе на 90% от необходимого. Зараз работники коммунальной службы активно ведут гидрологичное выпрабывание и тех обслуговывание теплоагрегатов с поживцов. И при этом запевнивают, что до нового тепляльного сезона усе работы будут завершены у запланованные термены. Инна Кириенкова, Сергей Котов и Олег Черняк на Вины Витебск. На этом тыдне исполнилось 16 годов с дня заснования буйнейшей молодзевой организации Республики Беларусь Громадского объединения Беларусский Республиканский Союз Молоди. По доброй традиции в этот день сотни молодых людей в нашей краине отрымливают членские билеты организации. В Кастричницком районе областного центра врачистый сход прошел в Музее Героя Советского Союза Миная Пилиповича Шмырова. 30 лепших учни мясовых школ отрымали этот документ. Билет конечно это все-таки наверное в первую очередь ответственность потому что ты вступаешь в ряды молодежного союза и тем самым подтверждаешь свое небезразличие к тому что происходит в твоем городе и в твоей стране. Но ни для кого не секрет что на сегодняшний день есть определенная дисконтная программа для обладателей молодежного билета. Я буду активным членом общества буду заниматься и помогать Беларуси молодежи мы будем организовывать разные мероприятия помощи приютам и все разные мероприятия и будем помогать активным членам обществу. Я постараюсь работать помогать членам БРСМ я буду активничать буду стараться что-то делать ну потому что когда вступаешь в какую-то организацию ты вступаешь с какой-то целью в дальнейшем. Зараз у Костричневским районе города Витебска у родах БРСМ наличивается каля 4 тысяч молодых людей и это не ауличываючи студенту высшейших навычальных установ как стверждают лидеры организации до конца года эта личба значна узрасти. У день нараджения БРСМ молодь Витебска не долучилась до республиканских проекта за справу и он закликая кожного молодого человека узяться за справу на вести парадок на малой родиме зарабить нечто важное что обовязково принесе корысть. В Першамайском районе Витебска молодь взялась за доброе упорадкование детячей пляцовки и реанимацию мясцовой хоккейной коробки. У нас по всей области как и по всей республике наши активисты молодежь собирается и работает на благо нашей родной страны то есть у нас устраиваются детские площадки происходит уборка скверов посадка деревьев убираются мемориальные захоронения и самая фишка этой акции я сказал бы что она делается с хэштегом то есть в соцсетях мы выкладываем хэштег за дело и передаем это эстафет то есть своего рода челлендж такой и соответственно молодежь по всей республике активно принимает участие в этой акции в нашей первичке очень активно развито движение как трудовое так и волонтерское поэтому в течение года мы участвуем во всех акциях которые обыдает БРСМ а также организуем их сами этой зимой например мы помогли малышам найти место где они могли бы играть в зимнее время а также мы убираем территорию как своей гимназии так и территорию лесопарковой зоны шпилей активно подключилися до справы и у инших регионах в области у Браслове на территории школы добро упорадкают зону отпочинку у глубоким закладусь памятную аллею присвеченную стагодзю ленинского комсомола добрые справы у дельники БРСМ заплановали ясче у 11 районах Витебщины Колосовский театр пачау новый сезон 93 сезон национальный академичный драматичный театр имяя Куба Колоса традиционно открыл комедии Нестерка визитной карткой колосовцев больше за 75 годов глядачыщи расмяются с жартачек Нестерки театр маяшмат планов одной из наибольш знаковых падей 93 сезону станет постановка спектакля Сымон Музыка по водле одноименной поэмы Якуба Колоса премьера запланованная на день нараджения театра 21 листопада постановкой займается Михайс Краснобаев для нас это значная падея у нас неколи был знакомит спектакль вя дома и мы вырешили что у Колосовского театра повинен быть Якуб Колос с нового с нового года я починаю бабе бунт по донским рассказам шоу народная комедия потребна такая потом Дарья Марченко француза Саган приеде Сергей Куликовский Александра Володина фабричная девчонка и Юрий Пахомов на заканчане сезона будет ставить Дмитрия Богославского тихий шорох уходящих шагов У Витебске Мастацкий Музее открылась памятная выстава присвеченная 100-годовому юбилею Витебскага Мастака Пятра Явича У экспозиции коля 70 работ як с фонда в музее так и с приватной коллекцией семьи Мастака Выставочная экспозиция заняла целый поверх музея и у полной меры адлюстровывая творчесть одного самых отметных процтауников Витебской Мастацкой школы Творче и життёвый шлях Пятра Явича непорывно связанный с Витебском Мастак скончил майстерню Юделя Пэна затем Витебская Мастацкая вычилища Удельничал у Великой Айчинной войне после демобилизации працавал у газете Витебские рабочие коля 10-ти годов узначаливал Витебские Мастацкие майстерни Одным из первых творцев нашего города был принятый союз Мастаков БССР Петр Максович Явич один из последних учеников Юрия Моисеевича Пэна он учился в 1931 33 году и всю жизнь хранил память о своем великом учителе все время пропагандировал его наследие и всю жизнь сохранял приверженность реалистическим традициям школы Пэна Папа был очень открытый открытый обзывчивый очень любил свою работу и любил когда к этой работе относились с любовью тоже он сразу отличал кто любит искусство кому нравится кто хочет этим заниматься и кто так равнодушно проходит мимо очень любил землю он превосходно занимался в огороде и выращивал помидоры огурцы это наверное самый лучший во всей округе он очень любил землю любил искусство музыку очень любил классическую музыку мог сидеть часами слушать его творы Петра Явича знаходятся в фондах Национального Мастацкого Музея у Столичном Музее Сучасного Мастацтва а память об этом выдатном Мастаку и Цудовном Человеку назавжды застанется у сердцах тех кто ведал его прожитти Новополоцк днями накрыла рок хваля на головной площадке города пройшов грандиозный музычный марафон некальки годин живого ГУКу 14 коллективов из разных городов Беларуси девиз рок-марафону Новополоцк город без наркотиков музыки дарили глядачам яркие эмоции и позитивный настрой а ясше со сцены нагадывали об погрозе здоровью якую несут наркотики закликали да здорового ладу життя мы хотим сказать открыто что наркотики это зло Новополоцк город молодежный вот их кубиры музыканты как-то раньше ассоциировали рок наркотики а они с трибуны говорят что наркотики это плохо они заявляют о том что вот раскрывайте свой творческий потенциал занимайтесь любимым делом живите радостно в жизни столько прекрасного мы открывали сегодняшний концерт мы всегда выступаем на этом концерте почти каждый год нам очень нравится во-первых хороший звук хорошая сцена центр города большая площадь пара вообще впечатления в Суперске от этого концерта от самого выступления просто нереально круто сегодняшний день вообще отличный концерт да мне кажется концерт нужный городу потому что это очень редко происходит в городе да отличный концерт рок-марафон у Новополоцку стал традиционным все лета акция пройшла восьмый раз день року у початку осени это подарунок новополочанам до початку новучального года от городской организации республиканского громадского объединения Белая Русь после святов за все дай приходят будни давайте доведаемся об спортивных буднях наших атлетов які чекают их на наступном тыдне анонсом самых цікавых подей готова поделиться мой коллега Сергей Мисурагин на наступном тыдне Кубка Салей наши земляки трапили у дивизион Бэу яким выступит девять команд от шатер хоккеисты с Нафтограда на домашней арене проведут поединок супрать молодежной сборной у 18 а команда областного центра на выезде спрэшит лидерство с Барановича у субботу 15 вересня химик помирается силами с Бабруйском а Витебляне отправится на сустрэшу с пинскими ястрабами у гэтаждень футбольный клуб Витебск нанесе визит у столицу Беларуси где его соперникам буде мясцовый Минск у першем крузе подапешные Сергея Ясинска габыграли оппонента с минимальным ликом 1-0 зараз цена перамоги узрастая у двая як не коли дагэтуль у верхней часца таблицы вельми спякотно соперники демонструют шчильные выники Витебск, Денамо Минск и Шахтеры мают равную колькость очков и не ожидают покидать медальную гонку часцей турнирной таблицы а зараз до инших паде 11 вересня брэшчана примет чемпионат Республики Беларусь по велоспорте на шоссе у шмаддённой командной гонцы простойники пауношного региону будуть вести боротьбу за тройку лидеров у четвер 13 вересня у Витебску стартует першинство в области по боксе у программе олимпийских дён молодых краины мы этот турниру подрыхтовка до республиканских стартов а у неделю в городе над 9 иной почнется Кубок Республики Беларусь па скачках на батуте да гэтуль основной состав нашей команды будзе знаходяцца на сборах у Витебску республиканский старт стане адным з этапов подрыхтовки до чемпионату света яке пройдя у листопаде Сергей Місурагин новины Витебск а зараз знову вертаемся у Полыцк днями тут ладзіле конкурс в уличных танцов у дялу им прняли буль за тры десятки юнаков и девочат забластного центра Полыцка а самовушки на суд жюри представили в уличные танцы розных стилев и накерунков жестких рамок перед ваконавцами не оставили кожный удельник под музыку и мкнулся выразить себе этими танцами я занимаюсь год я сама училась по видеопрактикам вообще сначала я занималась восточными танцами у Ольги Антонович потом я немножко поменяла свое направление вот и мне нравится я давно увлекаюсь Кореей и корейскими танцами мне кажется они полны энергии их шоу это просто вау вы слышите песню и начинается ты начинаешь танцевать начинаешь двигаться довольно произвольно ну и как-то рождается танец у вынику гран-при конкурса и приз глядавских симпатий отримала наставница английской мовы звездки кулишки полоцкого района Ганна Вачаева журы она уразила открытостью и непосредностью а об тем какие подеи с життя города и в области уразить наших корреспондентов на протягу ближайшего ты дня расскажем у наступную неделю это была выниковая информационная программа 7 дней увидимся на телеканале Витебск «Музыка» 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 «Музыка»